Здравствуйте, меня зовут Виталий Микрюков. Я врач-хирург, косметолог, кандидат медицинских наук. Я занимаюсь лазерными технологиями в косметологии с 2008 года. И в этом видео мы разберем тему, есть ли связь между раком кожи и удалением тату. Давайте начнем. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Этот вопрос мучает многих пациентов, и они регулярно задают его специалистам. Сначала давайте вспомним, что такое лазер. Это световая волна, обладающая специальными свойствами. Монохромностью, когерентностью, каллимированностью. Лазер это свет. Это не радиация и не рентген. Это не излучение от ядерного реактора. Это просто свет. Если немного вспомнить физику, то длина волны 1064 нм есть в спектре солнечного излучения. И мы в течение всей жизни подвергаемся воздействию этих длин волны, даже не задумываемся над этим. Лазерный луч это такая же длина волны 1064 нм в инфракрасном диапазоне, как и в солнечном спектре, только более упорядоченная и мощная. Воздействие этими длинными волн во время удаления тату составляет считанные минуты и не оказывает онкогенного воздействия на структуру кожи. Сопоставим факты, что луч неодимового лазера для удаления тату это свет. Длина волны находится в безопасном спектре для клеток кожи и воздействие очень кратковременное. По совокупности этих признаков лазер можно считать безопасным в онкологическом плане для кожи человека. Я отслеживаю научные публикации по всему миру на тему лазерного удаления татуажа и тату и пока не нашел ни одного сообщения, которое бы говорило об явлении какой-то связи между воздействием неодимового лазера и онкологией кожи. Бояться лазерного воздействия в плане онкологии кожи не стоит, гораздо опаснее неквалифицированное использование НДЯ Кусович лазеров. Если специалист не умеет профессионально работать, то эти лазеры четвертого класса опасности могут нанести серьезную травму кожи и привести к формированию рубцов. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите вопросы в комментариях, а я постараюсь на них ответить. Всем пока, с вами был Виталий Микрюков.